В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, где правил один король. Дошла к ним новость, что есть в мире праздник Пасха. И решил король узнать, что значит этот праздник. И издал он указ, кто расскажет ему смысл этого праздника и докажет, что его слова истинные, того он озолотит. А кто не докажет, будет изгнан из страны. И дал он срока десять дней. И каждый день он принимал по три человека. Девять дней приходили люди. И никто не мог доказать, что слова его истинные. Наступил десятый день. Ну вот наступил десятый день, а истины все нет. Вы правы, Ваше Величество. Девять дней не дали никаких результатов. Зато вы посмеялись от души. Да, вы правы. Что только люди не придумали. И что это день скалолаза. День монолаза. Наши день паровоза. А помните, в пятый день приходил футболист и говорил, что это футбольный день. А слово Пасх от слова Пасха. А этот какой-то там из Тибета. Говорил, что это древний индийский праздник. А слово Пасха произошло от индийского слова Пасха. И что? Это были всего лишь слова. Никто из них не привел из-за доказательств к этим словам. О, первый претендент. Простите. Боложница, Ваше Величество. Здравствуй, здравствуй. Ну что, расскажешь мне, что значит праздник Пасхи? О, Ваше Величество. Это замечательный праздник. В этот день все люди пекут хлеб, который называется кулич, и украшают его. Также они ходят друг к другу в гости и поздравляют всех с этим праздником. Это что, получается, чтобы мне поесть кулича, нужно ждать этого дня? А если я другой день сделаю кулич, это тоже будет Пасха или нет? Нет, меня не удивили твои доводы. Пошла, праздник класса моих. Уже следующий пришел, Ваше Величество. Куй заходит. Продавец и яйца. Ну что, расскажешь мне, что значит праздник Пасхи? О, Ваше Величество, это самый очень праздник в мире. В этот праздник все люди красать яйца в различные цвета и играют в игру на самое крепкое яйцо. А зачем же их красить? Они и так вкусные. Это традиция наших крепков. Мои родители так делали. Родители моих родителей так делали. И их родители тоже так делали. А что изменится, если этого не будут делать? Или будут играть с некрашенными яйцами в другой день? Нет, не убедила. Не доказала. Слава он. Странные они эти люди делают традиции праздника без всяких пустяков. Даже не додумываются, а судьи праздника. Да, вы правы. Странные они эти люди делают традиции праздника без всяких пустяков. Я король. Мне нельзя из грязи. Бог заглавил землю и забыл к человеку, чтобы иметь общение с ним. Мы родители спунтовались против Бога и больше не смогли с ним общаться. Но Бог продолжал их любить. И чтобы возобновить с ними общение, Он отдал сына своего Иисуса за грехи на смерть. за грехи людей на смерть. Боб, своего Сына? За людей на смерть. Да, Ваше Величество, Иисус родился на этой земле, прожил безгрешную жизнь и был рад за грехи на Христе. Но на третий день после смерти Отец воскресил Богу в жизни и поставил ванну на сердце и на творение. И человек, который принимал Иисуса Своего Бога и Спасителя, становился искупленным от греха от смерти. У него все полномочия Сына Божьего. И праздник Пасха — это праздник пропеды жизни и смерти. Праздник воскрешения Иисуса Христа. Вот это да. Ну что же доказали твои слова? Доказательство моих слов — вот эта книга. А чем эта книга особенно, другим типом? Эта книга — Слово Божие. Она писалась разными людьми в разное время. Писалась на разных континентах. Написалась эта книга по-другому словам Божьего Духа. Эта книга — послание любви Бога к людям. Знаешь, ты единственный человек, которые слова коснулись в моем сердце. А что нужно сделать, чтобы иметь общение с Богом? Нужно сделать какое-нибудь доброе дело или заплатить? Нет, Ваше Величество. Богу не нужны ваши деньги. Ему нужно ваше раскаянное сердце. Не нужно ждать какого-то определенного момента. Вы цены для Бога таким, какой бы есть. Призовите Иисуса своим Господом и Спасителем и отдайте свою жизнь в Его руки. Ведь Он — Бог. Он лучше знает, что для вас ценят жизнь. Я тебе верю. Не знаю почему, но верю. Так, все, решено. Советники, слушаем мы новый указ. Отныне и навсегда Иисус Христос является Господом моей жизни и моего королевства. А каждую весну мы будем праздновать праздник Пасхи, праздник воскрешения Иисуса Христа и праздник Победы Жизни над Смертью. Иисус Христос Иисус Христос